Первый в жизни звонок на урок в селе Волково прозвенел для 28 первоклашек. Семилетний Кирилл Белоусов прочел стихотворение на торжественной линейке. По словам мамы, в такой важный день больше волновались родители, чем ребенок. Волновались, когда собирали его в школу, что он у нас маленький, не все по размеру подходило. Ну и так, как он пойдет в первый класс, что в первый раз страшно. Ольга Перова, провожая в первый класс, дочку не смогла сдержать слез. Год назад школьником стал сын, сейчас женщина вновь с замиранием сердца смотрит на очередное трогательное семейное событие. Мне кажется, для каждого родителя это очень волнительный момент. Переживаешь, смотришь со своего ребенка, просто такое счастье за него. Вроде бы недавно только в пеленочках маленькая была, а тут уже все, первый класс, чувствуешь ответственность такую большую, что ребенок пойдет в школу. Волнуешься, как он примет учителя, то есть новые дети, много новых знакомств, переживаешь очень сильно за ребенка. Но я и в том году, на 1 сентября у меня сын пошел, я тоже очень сильно плакала, переживала. На линейке чествовали и тех, кто в будущем году простится со школой. Среди них 16-летняя Адалина Кулижникова. Девушка планирует стать учителем и даже рассматривает для себя возможность вернуться в родные стены. Волнение, как-то даже грустно, что последний год в этой школе, последний год видим этих учителей, эти школы, эти стены нашей школы. Грустно, волнительно было сегодня выступать перед всей школой, ну не перед всей, там перед первым классом, перед родителями. Так же радостно, что наконец-то встретили всех. В этом году в Волковской школе из 10-го в 11-й класс перешли всего 5 человек. Причем и это не самый маленький выпуск, рассказала директора образовательного учреждения Татьяна Санько. У нас был выпуск, но правда это было уже давно, свыше 10 лет назад. У нас было 3 выпускника всего лишь, поэтому не самый маленький выпуск. Самые большие выпуски были очень-очень давно, это порядка 25 лет назад, когда у нас учеников было по 2 класса, когда не было единого государственного экзамена. Ученики все шли в 10-й, ну и затем в 11-й класс. В честь праздника по ежегодной традиции общественники доставили ребятам канцелярские наборы. Их получили дети из многодетных, малообеспеченных и семей, которые попали в зону паводка. Между тем, в этом году в первый класс пошли больше 10 тысяч амурских учеников. 11-ти классников почти в два раза меньше – 4 тысячи.